Добрый день, меня зовут Татьяна, я ландшафтный дизайнер компании Epitafia. Сегодня мы расскажем вам, как выбрать цветы для посадок. Для того, чтобы выбрать растения, нам для начала нужно определиться, какой у нас участок солнечный или тенистый. Для тенистых мест мы предлагаем некоторые виды хвойников, такие как ель канадская, тисы, либо кипарисовики. Из цветочных растений в нашем ассортименте есть гортензия, молодила, либо такой незаменимый вид однолетних цветов, как бегония. Для солнечных мест мы практически не ограничены в выборе растений. Это различные виды можжевельников с небольшим приростом. У нас есть практически все виды однолетних цветов, которые мы можем высаживать. Алисум, Агератум, Целлозия, Хризантемы, Ранюнкулюсы, Куфея, Клубневая бегония, прекрасные виды бакопы с большими цветами, либо с махровыми. Для мест памяти, которые не позволяют сажать растения, мы предлагаем контейнерные посадки. Для контейнерных посадок у нас огромный ассортимент ампельных растений. Для меня большая честь работать на месте памяти такого выдающегося футболиста, заслуженного мастера спорта Воронина Валерия Ивановича. Сегодня мы остановились на горизонтальных можжевельниках и туи. Дополним мы их ампельными растениями, которые превратим в живой коврик. Сажаем растения в лунку, обязательно добавляем плодородный грунт, уплотняем почву вокруг растения. Проливаем растения, чтобы корни связались с землей. Утрамбовываем друнки, чтобы не осталось пустот из воздуха и расправляем растения. Посмотрите, как можжевельник прекрасно выглядит. Сейчас он дает новые приросты и он наиболее декоративным именно в это время года. Со временем можжевельник покроет всю плоскость цветника и недаром он назван грин карпит зеленый коверт. Мы очень бережно относимся к тому, что есть и мы всегда сохраняем растения, которые уже растут. Поэтому этот побег ландыша мы бережно прикопаем. Еще один рожевельник. Обратите внимание на эти растения, какие белые и здоровые корни. Посмотрим, что у нас тут. Ну, это остатки прошлогодних посадок. Ну, и теперь мы посадим наше основное растение. Сюда мы посадим тую с круглорастущей икроной. Она называется даник. Пока туи будут разрастаться, наши однолетние растения дадут красивый цветочный ковер. Мы показали поэтапно, как можно выполнить посадку на месте захоронения. Теперь вы можете сделать ее сами. А если захотите, и вам понадобится наша помощь, наши телефоны всегда внизу. Так, мы посадили можжевельный горизонтальный грин карпит, бакопа и туя. И на остальных участках выполнили такие же посадки, чтобы они смотрелись единообразно. Сейчас на экране вы увидите примеры качественно благоустроенных захоронений. Поставьте на паузу, если вам понравились идеи и захотите повторить их на месте памяти ваших близких. Наша компания профессионально занимается благоустройством мест захоронения. И мы можем помочь вам с этим дистанционно. Заходите на наш сайт, это займет буквально несколько секунд. И мы с вами свяжемся. Поделитесь с нами в комментариях, какие идеи для благоустройства мест захоронения используете вы. Компанией Петафия мы создаем достойное место памяти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!